Рута Арумяя, работавшая советником по экономическим вопросам в бюро премьер-министра, покинула свой пост, став независимым экспертом. Буквально вчера, после того, как премьер Тави Рейвес на пресс-конференции правительства поблагодарил всех женщин, занимавших посты министров и советников в прошлом правительстве, она высказала резкую критику деятельности Кабинета министров в сфере экономики. По ее словам, премьер никогда не слушал советов, относясь к созданию экономической стратегии достаточно примитивно. Государственный сектор полон догм, которые не изменились с 2003 года, когда в последний раз в нем работала. Выход за рамки этих догм, высказывание иных идей – это табу, а премьер-министр гораздо больше смотрит на экран своего смартфона, чем на своего советника, заявила Арумяя. С ней согласен и другой независимый экономический аналитик Хейда Витсур. Каждый индивидуал отвечает за свое. Или частное лицо, или предприниматель. А в мире, в общем, особенно в развитых странах, так нет, так не поступают. Но все говорят, что так надо поступать, но не поступают. И вот из этого и разногласия. Сегодня с утра разгорелся нешуточный скандал и посыпались взаимные оскорбления. Мнение Руты Арумяя получило множество откликов из Бюро премьера и Кабинета министров. Так, бывший руководитель Бюро Тави Рейвас Алина Керсна отметила, что за четыре месяца работы Арумяя от нее не было слышно ни единого совета. Ей вторит и бывший министр финансов Юргенлиги, отметив, что Арумяя выбыла из состава советников, просто утратив доверие правительства и теперь обозлилась. Сам же Рейвас отреагировал кратким пожеланием успехов Арумяя на новом поприще. Марис Лаури, бывшая экономическим советником премьера до Арумяя и ставшая впоследствии министром финансов, отметила, что ее коллега правильно указала на некоторые вопросы, но при этом сказала, что молодая советница сама не поняла, в чем была ее задача. Я даже удивлен, почему она пошла на такую должность. Поскольку она работала 8 лет тому назад, где-то в министерстве, она должна была знать, что в Эстонии дела так и идут. Уже не 8 лет, а может быть 18 или даже больше. И в этом аспекте правы были и те, которые критиковали Арумяя со стороны правительства. Критика в адрес правительства раздается и от партнеров по коалиции, и от новых партий в парламенте. Так, бывший министр образования Евгений Осиновский, без боя сдавший свой пост Юргену Лиге, отметил, что его решению покинуть кабинет министров способствовали подлые выпады реформистов на него и других социал-демократов. О высокомерном отношении правящую партию обвиняют и новые партии, которые пытались участвовать в коалиционных переговорах, но ушли из них, не дойдя и до половины. По мнению многих экспертов, подобная надменность прослеживается и по отношению ко всем жителям Эстонии, мнение которых не слишком учитывается при составлении политической стратегии. Свидетельством чему стало грядущее повышение акцизов на топливо, против которого в интернете собрано уже более 60 тысяч подписей.